Honor Band 4. Ну вот ко мне из Поднебесной и приехал новенький браслет от Huawei. Давайте посмотрим на него поближе, а от вас я жду мнения в комментариях. Это конечно не полноценный обзор, он будет чуть позже, причем я сразу сравню его с Xiaomi Mi Band 3 или Honor Band 3, а может и с обоими сразу, так что не забудьте подписаться на канал. Начинаем. Honor Band 4 поставляется в немного иной, чем третья версия коробки. Цвета те же, но теперь браслет нельзя увидеть, не вскрывая упаковки. Честно говоря, предыдущая мне нравится даже немного больше. Что касается комплектации, то здесь без изменений. Внутри вы найдете сам браслет, а также коротенький microUSB кабель и площадку для зарядки. Причем она не изменилась внешне, можете использовать таковую от Honor Band 3. Сопряжение браслета с телефоном займет не более 5 минут. Необходимо скачать приложение здоровье от Huawei, затем запустить его и дать разрешение на подключение к китайским серверам. В приложении, скорее всего, не появится для выбора Honor Band 4. Тогда вам придется установить на свой смартфон VPN и выбрать другую страну, к примеру, Китай или Сингапур. Далее нужно обновить поиск и Band 4 должен появиться. После того, как браслет будет сопряжен, VPN на смартфоне можно отключать, а сам Honor Band 4 будет полностью русифицирован. Можно пользоваться. Если говорить о внешнем виде, то отличий на первый взгляд также немного. При взгляде спереди отличить их вообще крайне сложно. По сути, все внешние изменения коснулись только ремешка. Во-первых, изменился рисунок. Теперь он более замысловатый. Во-вторых, вместо небольшой клипсы на Honor Band 4 теперь стандартная застежка. Как на часах. И если раньше браслет мог расстегнуться, то теперь это фактически исключено. Хотя надевать его стало тяжелее. Изменился и способ крепления ремешка к браслету. Раньше это делалось винтами. Некоторые их перетягивали, что приводило к трещинам и поломкам ремешков. Теперь конструкцию изменили, и ремень легко сменить безо всяких инструментов. Вместо винта тут клипса. Но безусловно, главное изменение между третьей и четвертой моделью – это экран. В новинке установлен цветной AMOLED дисплей диагональю 0,95 дюйма с разрешением 240 на 120 точек, а это 282 ppi. В третьем был монохромный 0,91 дюймовый пиолет экран 128 на 32 дюйма. Разница налицо. Экран яркий, контрастный и четкий. Анимация приятная. Кажется, будто управляешь мини-телефончиком на руке. Управление жестовое. Свайпом вниз-вверх вы перемещаетесь по меню, а нажатием на экран переходите в нужный пункт. Свайп с левого края работает как назад, а нажатие на клавишу под дисплеем возвращает на главный экран. В целом, все весьма удобно. Можно включить активацию дисплея при взмахе руки, а также переключение по меню с помощью взмахов. Неплохо, но уверен, батарею будет расходовать быстро. Что до функционала, то он довольно обширен. На главном экране отображается время, дата, число шагов и текущая погода. Если же листать меню, то можно увидеть подсчет шагов, измерение пульса и сна, а также режим тренировки, в котором можно выбрать бег на улице или на беговой дорожке, ходьбу на улице, велотренажер и плавание в бассейне. Причем заявлено наличие в 4 шестиосного инерциального датчика, который поможет точнее определять движение ваших рук. Никуда не делась и влагозащита, а вот GPS тут нет. Также поддерживается Alipay через NFC. Правда, нам это мало интересно, так как поддержки Google Pay здесь нет. Ну и из дополнительных опций отмечу наличие двух видов цифровых циферблатов. Надеюсь, дополнительные появятся позже. Опцию поиска телефона, секундомер и таймер. Также можно регулировать яркость подсветки. Всего три уровня, можно включить и автоменьшение яркости ночью. Конечно же, браслет может оповещать и о пропущенных вызовах. Правда, у меня почему-то не показывалось ими звонящего. Тут надо разбираться. Есть уведомления о сообщениях. В приложении можно выбрать, от каких именно программ вы хотите их получать. Правда, если тема слишком длинная, то сам текст можно и не увидеть. Придется доставать телефон. Плюс я заметил, что Honor Band 4 тормозит при большом количестве уведомлений. Приходится подождать, пока он очухается и покажет то, что я от него прошу. Браслет умеет постоянно мониторить пульс, а также имеет опцию умного будильника. Все это еще надо протестировать. Как и автономность. Обещают от недели до двух. Все, конечно, зависит от режима использования. Понятно, что она будет меньше, чем у того же Honor Band 3. Все-таки здесь цветной сенсорный дисплей. И расходует батарею он явно сильнее. Также я обязательно проверю стабильность работы и возможные баги. Что по ценам? На Али Honor Band 4 продается за 36 долларов. Это около 2500 рублей. И он примерно на 15 баксов дороже, чем Honor Band 3. Для поиска цен в России и Украине воспользуемся сервисом e-каталог. Honor Band 4 только-только официально поступил в продажу. И стоит сейчас 4500 рублей. Если же смотреть на браслет предыдущего поколения, то его можно найти примерно за 2000. У официалов же он стоит около 3000 рублей. Xiaomi Mi Band 3 и того дешевле. От 1600 рублей. Хотя понятно, что устройства все-таки, ну, не совсем одинаковые. Как минимум дисплей тут кардинально разные. Также можно воспользоваться опцией сравнения. Очень удобно. Здесь наглядно показаны основные отличия между конкурентами. Есть и удобная система фильтров, которая поможет при выборе гаджета под ваши предпочтения. Ссылки я оставлю в описании. В общем, по первым впечатлениям Honor Band 4 вполне понравился. Неплохой внешний вид, функциональность и классный экран, который не будет слепнуть на солнце. Но очень интересует автономность. А также вызвали подозрения тормоза при пролистывании уведомлений. В общем, с выводами пока по временю. Хочу походить с ним пару недель и полноценно сравнить с конкурентами. А как вам Honor Band 4? Пишите свое мнение в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и до скорого.